Специальные экономические меры против Турции введены указом президента. Отменено чартерное сообщение, запрещено нанимать на работу граждан Турции, введены ограничения на импорт ряда товаров. Их перечень может появиться уже завтра. С 1 января отменяется безвизовый режим для турецко-подданных. Крупные российские туроператоры уже путевки в Анталью не продают. То есть теперь вряд ли получится пить турецкий чай за дружбу и любовь в дружеских беседах, как в старой рекламе из 90-х, когда отношения только налаживались. А символом новой дружбы были этот чай и сериал «Королек птичка певчая». Мой коллега Антон Верницкий просчитывал, если отношения эти мы выстраивали вручную более четверти века, если еще неделю назад президент Эрдоган на саммите в Анталии заверял президента Путина в дружбе и поддержке, а потом ударил по российскому самолету, что за этим стоит и каким будет результат ответа России ударом на удар. От жесткой политической реакции России на атаку турецкими ВВС нашего самолета в сирийском небе до начала жестких экономических действий прошло совсем немного времени. Как и ожидалось, к концу недели появился указ президента о мерах по обеспечению национальной безопасности России и о применении специальных экономических мер в отношении Турции. В указе несколько пунктов, об одном из которых еще заранее сказал Сергей Лавров. Принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы приостановить безвизовый режим, который сейчас действует между Россией и Турецкой Республикой. Это решение вступит в силу с 1 января следующего года. То, что это не просто символический шаг, стало ясно уже на следующий день. В указе президента сказано о запрете для турецких организаций на выполнение работ на территории России, а также о запрете на привлечение турецких граждан к работе в нашей стране с 1 января 2016 года. И это ощутимый удар по турецкому строительному бизнесу. Ведь до этого строители из Турции приезжали работать в Россию вахтовым методом, и процедура оформления на работу для них была упрощена до предела. Сейчас их в нашей стране около 50 тысяч. Они построили и продолжают строить большинство торговых комплексов в столице и других городах. Офисы многих известных российских компаний даже реконструировали здание Госдумы. Но в условиях явно сузившегося из-за экономической ситуации строительного рынка, отсутствие турецких рабочих позволит дать работу многим отечественным специалистам. Впрочем, строительство, а турки вложили в него только в этом году в одной лишь Москве, полмиллиарда долларов, далеко не основной источник доходов турецкого бизнеса, который может быть перекрыт Россией. Это еще в начале недели обсуждали в правительстве. Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России. Ограничения и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями. Они могут быть просто свернуты. Возможные потери Турции от разрыва России и экономических отношений даже на одном направлении туристическом могут исчисляться миллиардами долларов. Турцию посещало более 4 миллионов 400 тысяч человек. И, собственно, Турция получала доходы от туризма, от наших российских туристов, порядка 10 миллиардов долларов ежегодно. То есть сумма более чем значительная и внушительная. Ну, совершенно очевидно, что эти деньги теперь Турция получать не будет. По указу президента туроператоры должны воздержаться от продажи гражданам России путевок в Турцию. А все чартерные авиаперевозки в эту страну запрещены. Объяснение этому логичное. В условиях, когда турецкое правительство держит курс на радикальную исламизацию своей страны, а в российско-турецких отношениях острейший кризис, невозможно гарантировать безопасность наших граждан. Еще до появления президентского указа Ростуризм рекомендовал всем не планировать поездки в Турцию. И подавляющее большинство туристических агентств рекомендацией воспользовалось. Постановка вокруг этого направления стала нагнетаться. Мы посчитали, что не сможем, к сожалению, гарантировать туристам спокойный и безопасный. Путевки аннулируются. В соответствии с федеральными законами, туроператор в этой конкретной ситуации должен вернуть 100% стоимости. При этом турбизнес России сохраняет спокойствие. По причине того, что сейчас в Турции холодновато для отдыха на море. И туристов из России здесь минимум. Сезон должен был начаться весной. А к этому времени уже можно будет постараться найти знаменитому турецкому all-inclusive, то есть обслуживанию, где все включено, замену в других местах. Средиземноморское побережье – это, конечно, первая альтернатива, которая приходит в голову. Любая страна средиземноморского побережья, она уже подходит. А если там еще страна подумает и сделает all-inclusive, она начнет подходить значительно больше. Кипр – это и та же Греция, и Испания, и Италия. Хорошо. Туристический бизнес в Турции без россиян, конечно же, также будет пытаться переключиться на другие страны. И прежде всего надежда на немцев и украинцев. Они занимали второе и третье места после наших любителей all-inclusive. Но вряд ли увеличение туристического потока здесь возможно. Из Германии по соображениям безопасности. Из Украины по причинам экономических. Если эти туристы все исчезнут, это очень существенный удар. В случае снижения туристического потока даже в два раза – это выпадение доходов 10%, это серьезный кризис экономический, это рост безработицы, это рост социальной напряженности. Но тогда экономический удар по Турции будет довольно серьезный. Но это еще не все экономические меры в отношении Турции. Президентский указ запрещает или ограничивает ввоз в Россию отдельных товаров из этой страны. И здесь к 10 миллиардам долларов потенциально потерянных Турцией в туристическом секторе могут прибавиться еще несколько миллиардов. Так, в прошлом году к нам было ввезено только одежды и ткани из этой страны на 860 с лишним миллионов долларов. Автомобили и запчастей к ним почти на 700 миллионов. Прежде всего это производимые в Турции марки немецкого концерна «Мерседес», а также «Форд», «Тойота», «Рено». Огромен и поток продовольствия в России из Турции. Поставка апельсинов и мандаринов – 800 миллионов долларов. Овощей, прежде всего, томатов – 600 миллионов. А еще рыба, орехи, семечки – почти на 200 миллионов долларов. Бытовая техника, мебель, обувь, изделия из кожи и меха, лекарства. Одной только косметики и мыло Турция поставляет в Россию на 100 с лишним миллионов долларов. При этом по указу президента перечень товаров, запрещенных для ввоза в нашу страну, должно подготовить правительство. Пока он еще не опубликован, но можно предположить, что в него могут войти, например, турецкие овощи. Я думаю, сейчас как раз пришло время провести честный, объективный аудит всех наших экономических связей с Турцией. Потому что, на мой взгляд, многие вещи когда-то были мотивированы субъективно. Ну, например, турецкие овощи и фрукты попали на российский рынок в 90-е годы по коррупционным схемам. Через откаты, коррупцию и прочее, вокруг них всегда было немало полукриминальных схем. Надо посмотреть, а правильно ли, так сказать, кормить собственное население, в общем-то, не очень высокого качества фруктами, которые никуда больше турки не продают. Те же тепличные турецкие томаты, которые до сегодняшнего дня занимали львиную долю российского рынка, легко заменяются отечественными. Выращенными, к примеру, в теплицах Краснодарского края, которые ранее с трудом прорывались на прилавки крупных торговых сетей, завязанных на Турцию. Россия ставит крест на тех направлениях турецкой внешнеэкономической деятельности, которые могут быть замещены на российском потребительском рынке очень быстро и без каких-либо потерь, что для качества, что для цены. С другой стороны, если Россия закрутит кран на голубом потоке, по которому сегодня в Турцию поставляется 60% всего потребляемого страной природного газа, это поставит турецкую экономику на грань коллапса. Впрочем, в указе президента ничего не сказано об ограничении каких-либо поставок из нашей страны в Турцию. Хотя ограничить Россия может, причем не нарушая никаких правил ВТО, любое из направлений. Такого рода ограничения находятся в полном соответствии с правилами Всемирной торговой организации и позволяют вводить все указанные ограничительные меры в области торговли товарами, услугами и инвестициях. В случае угрозы для национальной безопасности, какой случай, в полной мере мы сейчас и переживаем. Помимо этого, президентский указ ужесточает контроль за деятельностью турецких автоперевозчиков и усиливает меры безопасности в российских акваториях Азовского и Черного морей. Это прямо связано с безопасностью Российской Федерации наших граждан. Через Турцию налажен трафик боевиков в различных направлениях. И к нашему огромному сожалению, турецкие власти крайне неохотно, говоря мягко, идут на сотрудничество по данному вопросу, в том, что касается граждан Российской Федерации. Только в этом году, по словам Лаврова, Россия неоднократно обращалась к Турции с просьбами о выдаче разыскиваемых террористов. Но ответа ни разу не последовало. И здесь ничего не изменилось за последние годы. Всего несколько лет назад большой резонанс вызвал документальный фильм Первого канала о том, как Турция и ее западные союзники пытались расшатывать ситуацию на российском Северном Кавказе. Тогда боевики получали деньги из Турции, а в случае ранения переправлялись сюда из Чечни, где воевали для лечения в госпитале турецких спецслужб. Это султан Кихурсаев, называвший себя бригадным генералом Джохара Дудаева. Примечательно, что сразу после выхода фильма в эфир на него было совершено покушение. Не мудрено, он откровенно рассказал, что деньги на войну в Чечне боевикам в конце 90-х давали турецкие строительные фирмы, работавшие в России. Турки помогли. Без них нам пришлось бы худо, честно говоря. Помогли медикаментами, деньгами, оружием. В то время нужда была в противовоздушных средствах. Помогли. Сейчас у террористов, воюющих уже в Сирии, практически такая же открытая поддержка от турецких властей. Изменения в одном. Сегодня в их действиях прослеживается и явный коммерческий интерес. Покупка у террористов нефти, караваны с которой и бомбят наши летчики. На Северном Кавказе Турция действовала куда-то за вуалирование, с планами на будущее, которые благодаря России так и не сбылись. Антон Верницкий, Ирина Близнюк, Анастасия Берестенко, Первый канал.